МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эти факты не упоминаются в учебниках. Они противоречат сложившимся схемам. Они неудобны. Но только учитывая их, можно взглянуть на историю по-новому. Двойное дно, подводная часть айсберга. Документальное расследование 5-го канала. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА До сих пор эти факты были известны только работникам Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов Америки. Но недавно документы ЦРУ были рассекречены. До этого мы знали только о роли советской разведки в нашем атомном проекте. Мы получали, крали американские материалы. Наша первая атомная бомба была почти точной копией американской. А что они, наши противники? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 16 июля 1945 года. Штат Нью-Мексико, пустыня Аламагорда. Американские военные взрывают первую в мире ядерную бомбу. Дата испытания выбрана не случайно. На следующий день, в Потсдаме, открывается конференция, которая должна решить судьбу послевоенной Европы. 24 июля, по окончании заседания, американский президент Трумэн отходит со Сталином в сторону. Черчилль внимательно наблюдает за двумя главами правительств. Он знает, Трумэн должен сообщить Сталину важнейшую новость. Американцы взорвали атомную бомбу над штатом Нью-Мексико, а это означает, что они готовы к боевому применению ядерного оружия. Сталин слушает новость, переданную ему Трумэном, но лицо его остается непроницаемым. Он сказал, как потом вспоминал американский президент, «Ну вот и хорошо, теперь можете хорошенько ударить по японцам». Трумэн попытался в подсдаме Сталина испугать, но Сталина не испугаешь. Он так сыграл эту сцену, что до сих пор не об этом рассуждали, как это так, что они понимают, Сталина все понимает. Он после этого дал команду ускорить работы по нашему ядерному оружию. Чтобы сохранить монополию на сверхоружие, Америка намерена взять под контроль большинство месторождений урана, атомные объекты и ученых-ядерщиков. Еще до испытаний своей бомбы Соединенные Штаты отправили в Германию секретную миссию. В апреле 1945 года в немецком городке Эйхинген оказывается отряд американского ядерного спецназа «Алсос». Они ищут главного немецкого физика, главного специалиста по атомному проекту Гейзенберга. Но Гейзенберга дома нет. За два дня до прихода американцев он на велосипеде уехал в Баварию. Тем не менее выяснилось, документы немецкой ядерной программы запакованы в бидон, а бидон спущен в отхожую яму около дома профессора. Американцы роются в дерьме, находят бидон, и оказывается, что их неприятный труд приносит успех. Главные секреты ядерной программы Германии в руках американцев. В чертежах и формулах Гейзенберга для американцев ничего принципиально нового. Их задача не допустить, чтобы немецкие разработки достались Советскому Союзу. Планомерно уничтожаются немецкие лаборатории и заводы, вывозится ядерное сырье и ученые. Немецких физиков прячут в усадьбе Фармхолл под Лондоном. Ни один великий немецкий физик не попал в Америку. Туда их не повезли за ненадобностью. Там не доверяли этим немецким ученым. Американцы просто хотели, чтобы те не попали в руки к союзникам. Американцы дают понять миру. Они не потерпят конкуренции в ядерной гонке. Ради этого бомбят с воздуха урановые заводы компании «Ауэр» в будущей советской зоне. Сталин знает об этой дерзкой диверсии американцев. И 23 марта 1945 года на совещании в своем кабинете поручает Лаврентию Берии послать специальные отряды в Германию на поиски новинок немецкой научной технологии. Из немецких лабораторий в Советский Союз вывозили все. Приборы, оборудование, станки, переключатели, провода. В общем, все до последней гайки, до последнего болта. Но главное – это даже не инструменты, а те, кто умеет с ними работать. Участники немецкого ядерного проекта. Это прекрасно понимали американцы, которые вывезли в Англию из Германии мозговой ресурс. Первую десятку германских физиков-ядерщиков. Советская атомная миссия раскинула более широкую сеть. Тогда на стенах берлинских домов появляются объявления. Все мужчины должны явиться на разборку разрушенных домов и захоронение трупов. Освобождение получают только те, у кого есть ученые. Степени и кто зарегистрировался в комендатуре. Так немецкие участники работ над созданием ядерного оружия оказываются в руках советских комендатур. Кого-то высылают в Советский Союз на работы насильно, но есть много таких, кто хочет работать на Востоке. Густав Герц, Фольмер, Бриль, мой отец, Петер Адольф Тиссен и Манфред фон Ардене решили остаться в Берлине, а потом работать на русских. Они еще перед концом войны, до взятия Берлина, договорились, что кого первым найдет Красная Армия, тот сообщит русским об остальных. Так случилось, что к моему отцу пришли первому. По сведениям британской разведки, в июне 1945 года из Германии в СССР уехал доктор Николаус Риль и шестеро его сотрудников. Через четыре дня после нашей атаки на Хиросиму отбыла в Москву группа профессора Герца. Все усилия британской и американской разведок отныне должны быть нацелены на русский атомный проект. Задача номер один — выяснить, где русские прячут немецких физиков-атомщиков. Если американцам и есть кого опасаться, так это немецких ученых и конструкторов на службе у советов. Американцы уверены, без посторонней помощи русские смогут сделать атомную бомбу очень нескоро, лет через 10-15. Страна разорена войной, техническое отставание от Запада огромное. Спецслужбы Соединенных Штатов понимали, что если часть специалистов, работавших над атомным проектом, осталась в Советском Союзе, то, безусловно, Советский Союз форсирует создание своей атомной бомбы. Немецкий атомный проект начинался весьма успешно. Еще перед Второй мировой войной, уже в 1938 году, физики в Германии сконцентрировались на новом виде оружия и начали работу над урановым проектом. В начале войны Гитлер фанатично верит в новые виды оружия. У Германии есть все, чтобы приступить к производству атомной бомбы. Уран из бельгийского Конга, тяжелая вода из Норвегии, передовая техника и выдающиеся ученые. В 1939 году организуется урановое общество. 22 научных учреждения объединяются, чтобы разработать оружие массового уничтожения. По опубликованным за границей материалам КГБ немцы продвинулись к атомной бомбе несравненно ближе, чем об этом говорилось. И в этих материалах даже говорилось, что они делали первое испытание, где произошло массовое облучение, вспышка была, и произошло массовое облучение русских пленных. С начала войны немцы угрожают созданием сверхоружия. Действительно, они разрабатывают первые в мире баллистические ракеты, истребители, перехватчики, реактивные. Но больше всего пугает американцев возможность создания атомной бомбы. И в сентябре 1942 года именно в связи с этой немецкой угрозой был основан проект Манхэттен. Проект создания американской атомной бомбы. Основную роль в американском проекте играли эмигранты. Эмигранты, уехавшие от фашистского режима, бежавшие в Соединенные Штаты, ненавидевшие нацизм всеми фибрами души. Есть опасность, что эта сволочь сделает бомбу, и мы должны сделать раньше. Но миру повезло. Немецкий атомный проект захлебнулся из-за нехватки средств и недостаточной решительности самих физиков. Ни Гитлер, ни министр вооружений Шпейр, ни руководитель немецкого атомного проекта Гейзенберг не верят в то, что смогут создать сверхбомбу до конца войны. Решающий момент был летом 1942 года, когда в Берлине сотрудники уранового клуба встретились с представителями правительства. И тогда министр вооружений Альберт Шпейр спросил главу атомного проекта Гейзенберга «Господин профессор, какая сумма вам необходима?» Гейзенберг ответил «Всего 50 тысяч марок». Это смешная сумма. И тогда министр сказал «Все понятно, у этого проекта мало шансов быть реализованным до конца войны». Это первый в Европе ускоритель заряженных частиц «Циклотрон». Он был создан в 1934 году на ленинградском заводе электросила, опущен в эксплуатацию в 1937 в радиовом институте, тоже в Ленинграде. Тогда, в середине 30-х годов, советская ядерная физика Курчатов, Капица, Алиханов там были на абсолютно том же уровне, что их коллеги в Европе и Соединенных Штатах Америки. Но в начале войны у Советского Союза нет ни сил, ни ресурсов для вступления в ядерную гонку. Красная армия терпит поражение. Промышленность эвакуирована за Урал и работает из последних сил. Однако Сталин не может не думать о таинственной урановой бомбе, над которой, как ему известно, трудятся и немцы, и американцы. Даже Сталинградскую операцию Сталин назвал «Уран». И в конце 1942 года он приказывает начать работы по атомному проекту. Спасахаус, резиденция американского посла в Москве. В 1943 году американский посол получает от советских властей запрос «Поставьте, поставьте, нам по ленд-лизу 10 килограммов урана и 300 килограммов окиси урана». Заявку уходит Соединенные Штаты Америки. Генерал Грофс, начальник американского атомного проекта, думает, вообще-то уран запрещенный материал для вывоза. Но если мы его не поставим русским, то они догадаются, что мы занимаемся созданием атомной бомбы. Поэтому лучше поставить и заодно проследить, куда пойдут материалы. Так мы догадаемся, где находится советский ядерный центр. Проследить, куда пошел американский уран, не удалось. Но это не так важно. Американцы знают, только для запуска атомного реактора необходимо 100 тонн урана. Русские купили 10 килограммов, а значит, их ядерная программа в зачаточном состоянии. По мнению американской внешней разведки, русские не сумели далеко продвинуться в создании нового оружия. Поэтому немецкие ученые, вывезенные в СССР, по-прежнему представляют для США большую опасность. Американцы уверены, только немцы обладают необходимой квалификацией, чтобы запустить русский ядерный проект. Советская наука слишком пострадала в годы большого террора. Репрессии против физиков были у нас в Ленинграде в конце 30-х годов где-то около 100 человек было арестовано. Харьковский физтех был разгромлен. От него просто ничего не осталось. Ландаус спасся, потому что Капица собрал ее в Москву. И это был удар по нашей ядерной физике, конечно. Я думаю, что если бы Харьковский физтех остался, то мы, может быть, бы и бомбу сделали быстрее. Для создания советской атомной бомбы в августе 45-го года срочно организуется спецкомитет. Во главе его Лаврентий Берия. С 38-го года он руководил НКВД. Этот зловещий наркомат при Берии стал крупнейшим хозяйственным ведомством страны. И теперь в атомном проекте НКВД отводится ведущая роль. И не было такой мощной организации другой, которая смогла потянуть на себе вот этот вот огромный пласт работы, который был необходим для этого. Поэтому это было и поручено когда еще не МВД, а НКВД СССР одному из его главков, главпромстроя. Вот главпромстрой строил все объекты ядерной промышленности в Советском Союзе. В распоряжении Берии выдающиеся советские физики Курчатов, Харитон, Зельдович, Капица, Ландау. Они могут создать ядерное оружие без чужой помощи. Но в руках у Берии есть к тому же и американские разработки бомбы, выкраденные советской разведкой. Главная проблема другая – уран. У Америки монополия на богатую урановую руду. Из секретного доклада ЦРУ. Главная причина отставания Москвы в атомной отрасли – отсутствие в СССР месторождений урановой руды. Чтобы уран не попал в руки советам, под контроль следует взять все источники урановой руды вне Соединенных Штатов. Нужно запретить продажу оборудования, которое могло бы использоваться для производства чистого урана. Советский ядерный джинн должен быть загнан в бутылку. Урана в Советском Союзе почитай нет. Главное месторождение урана вне зоны влияния нашего. Это Бельгийская Конго и Канада. В Средней Азии есть рудники, но там нет никаких путей сообщений не вывезти руду. Заняли на Болгарию и на Болгарию, там есть уран, но очень бедные шахты. В Чехословакии та же история. И вот в 1946 году сюда, в Саксонию, отправляется советская геологическая экспедиция под руководством доктора наук Нифонтова. Она исследует эту область, потому что она знает, что здесь издавна добывали серебро, шахты были заброшены, и на их месте возникли СПА, где людей лечили радоновыми водами. Радон естественный спутник урана. И в отвалах местных шахт находят руду, чрезвычайно богатую этим минералом. В рудных горах на границе Германии и Чехословакии Берия строит горнодобывающий комбинат Висмут. Предприятие тут же становится необычайно популярным среди немцев. В разоренной войной стране голод и безработица, а на Висмуте хорошо платят и отлично кормят. На Висмуте каждый день давали обед с самого первого дня. Поэтому мы не могли прогуливать работу. Кто не пришел вовремя на шахту, тот не получил свою еду. А с пайкой ты переживаешь день, поев. Я до сих пор помню этот вкус. Я устроился на работу в Висмут, потому что там было много денег и прежде всего очень много еды, много продуктов. Каждые 10 дней человек, выполнявший 130% плана, получал так называемый сталинский пакет. килограмм мяса, 2 килограмма сыра, творог, мука, фруктовый конфитюр и вот такой вот шнапс. 5 литров отличного шнапса, который получил прозвище «Смерть шахтера». Результаты были великолепными, гораздо лучшими, чем в лагерях. В 1946 году здесь добыли полторы тонны урановой руды, а в 1950 1200. Американские спецслужбы не могут не заметить возросшие активности русских на юге Германии, но не придают добыче урана большого значения. В американском атомном проекте используется руда, содержащая 50% урана. Немецкая руда намного беднее. Из секретного доклада ЦРУ. по нашим сведениям русских интересует уран, но в их распоряжении лишь бедная руда, не представляющая ценности для военных целей. это была одна ошибка, что американцы не знали какая богатая урана есть в районе Южной Саксонии, Южной Турингию и Чехословакии. Это была действительно для Советского Союза очень важная и успешная операция, чтобы начать добычу урана, потому что это были исключающие факторы, что советский оценный проект мог набирать такой темп. Весной 1945 года здесь в лаборатории номер 2 у Игоря Курчатова работало всего 83 человека, а к концу 1945 года десятки, если не сотни тысяч людей стали работать на советский ядерный проект. Игорю Курчатова была дана власть невероятная. Рассказывают, что как-то у него час сидел в приемной министр финансов и в конце концов поинтересовался секретарей. А что такое, чем занят Игорь Васильевич? Игорь Васильевич беседует с аспирантом, ответили министр финансов. Правда, аспирантом был будущий академик Андрей Сахаров. И вот этот огромный коллектив, советский атомный проект, он находится под таким незримым колпаком. Руководитель всех атомных дел, Лаврентий Берия, мастер разведки, контрразведки и маскировки, делает его абсолютно невидимым. Были приняты чрезвычайные меры секретности. То есть, я могу сказать, из членов Политбюро об этом знал Сталин, Ворошилов, Каганович, Маленков, Первухин и Абакумов Сберия. Если на таком высоком уровне знали всего несколько человек, то вы представляете, что было на более низшем уровне. Указания по объектам атомной промышленности отдавались приказами так называемой особой папки. То есть, приказы, которые печатались в одном экземпляре. Там, где были написаны координаты, вписывал ответственный исполнитель ручкой. То есть, печатный текст, затем в ручкой все это вписывалось. И номерные строительства так называемые, они создавались именно только приказами особой папки. Рассылалось исполнителям, каждому исполнителям, только выписка его касающаяся. Больше никто этого приказа в целом не видел. Американская разведка уверена, чтобы проникнуть в тайны советского атомного проекта, необходимо отыскать следы немецких физиков. Они наверняка работают над важнейшими научными задачами. Но как это сделать, если вся страна спрятана с железным занавесом? Из секретного доклада ЦРУ. После войны Советский Союз усилил меры безопасности. Традиционные методы сбора разведданных в СССР сегодня неэффективны. Невозможно получать информацию с использованием тайников или же путем отправки туристов и путешественников в районы, которые нас интересуют. Легальных возможностей для работы против Советского Союза у них не было в достаточной степени. Где-то с 46-го года резко активизируется заброска нелегальных агентов. Морским путем, сухопутным путем, по морю, по воздуху забрасывали к нам агентов. И некоторые из них имели задание специально разведка атомных объектов. Их снабжали всякой шпионской техникой, фотографированием, советскими деньгами, часто оружием, ножи. Вот в одном деле очень смешно было, у него была большая коробка, в которой было то ли 140, то ли 150 презервативов, например. Шпионов вербуют среди перебежчиков, националистов, бывших власовцев. Самыми хитроумными способами их забрасывают через границу. Но на советской территории деятельность шпионов заканчивается удручающим быстро и печально. Режим был очень жесткий и плюс американцы недооценивали моральное состояние советского населения. Их немедленно сдавали. Вот точно как в шпионских фильмах про майора Пронина начала 50-х годов и в романах. Только как только советский крестьянин завидел какого-то человека, очень странного, у которого было много денег, много каких-то вещей, которых у советских людей не было, то его немедленно тащили к местному представителю. Все они шли под военные трибуналы, как правило, шли под высшую меру наказания. Собирать разведданные не рискуя головой в Советском Союзе можно лишь под дипломатическим прикрытием. Американские и британские военные атташе совершают вылазки по стране, вооружившись фотоаппаратами и кинокамерами. Но и эти возможности крайне ограничены. Мы создавали невыносимые условия для американских и английского военного атташе в период их разведывательных поездок. Предположим, они ехали до Дальнего Востока и их передвижения все контролировали для того, чтобы не допустить вот этого визуального осмотра и тех самых съемок, о которых вы говорите. Когда вы читаете даже наши дипломатические архивы, то первое, что бросается в глаза, как мало им было доступно. Как они бомбардировали НКИД с просьбой пустите нас сюда, пустите нас сюда. Даже на пике союзнических отношений система оставалась для американцев и англичан закрытой. Шпионить в Советском Союзе неприятно и трудно. Все советские люди находятся под наблюдением, что уж говорить про иностранцев. Большая часть населенных пунктов их не пускают. Люди при их появлении шарахаются, их телефоны подслушивают. Единственная радость разведчика это парад на Красной площади. Вот тогда они вылезали на здание американского посольства, именно здесь она находилась в послевоенной Москве, и фотографировали ту технику, которую им по существу разрешали снимать. Американская разведка в трудном положении. Немецкие физики словно растворились на русских просторах. Но даже в железном занавесе можно найти прорехи. И если не удается отыскать следы немецких ученых в СССР, быть может стоит попытать счастье в Германии. Необходимо найти и опросить родственников немецких физиков. Возможно они получают письма из СССР. И тут американских разведчиков выручают западно-германские коллеги. Это очень помогло. И очень помогло, что это обычно делали немцы. И немец больше говорят, конечно, чем американцам. И поэтому я думаю, это было очень трудно получить информацию или получить письма. Американцы празднуют победу. Западно-германская разведка передает в их руки десятки писем немецких ученых из СССР. Над письмами изрядно потрудилась цензура. В них нет географических названий, но для грамотных аналитиков это бесценный материал. Из секретного доклада ЦРУ. Госпожа Верена Вебер в письме своей тетушке рассказывает, что они видели 97-процентное солнечное затмение, которое началось в половине пятого и окончилось в половине седьмого. Справившись в военно-морской обсерватории, мы установили, что затмение на 97% в указанное время наблюдалось на востоке Черноморского побережья. В сочетании с описаниями флоры, ландшафта и климата можно сделать вывод, что речь идет об окрестностях города Сухуми. Американские аналитики попали в точку. Большинство немецких физиков действительно обосновались в Абхазии. Для них под Сухуми созданы закрыты институты А и Г по именам ведущих немецких ученых фон Ардене и Герца. Барон фон Ардене был, пожалуй, самым талантливым из всей группы немецких физиков. Это один из изобретателей телевидения. К тому моменту, когда он попал в Советский Союз, на его счету было уже 600 патентов. И поэтому Ардене выделили вот этот институт в Синопе под Сухумом, где он успешно занимался разделением изотопов. Из секретного доклада ЦРУ. Перехвачено письмо Ардене домой, где он просит прислать из Германии химикаты и инструменты. На основании анализа его просьб можно сделать вывод. Редкоземельные элементы нужны для изучения химических свойств плутония. Доклад о лаборатории в Сухуме от октября 49-го года он на самом деле потрясающий документ, довольно много известно. И если анализировать этот доклад, внимательно просмотреть, то видно, что источники были использованы практически легальные. То есть переписка самих специалистов, всевозможные косвенные данные, которые позволили довольно точно понять, где это находится, как это устроено, вплоть до схемы расположения помещений. Кто руководит? Путем перехвата и тщательного сравнения писем удалось установить, кто работает в группе Ардена в Сухуме. В нескольких письмах упоминается о случайной гибели маленького мальчика, который играл со спичками. Также сообщается о вспышке скарлатины. Таким образом выявлены группы немцев, работающих вместе. Данные указывают, что рядом с группой Ардена работает группа Герца. Вот в этом двухэтажном коттедже в саду на берегу моря жил Густав Герц, лауреат Нобелевской премии 1925 года, крупнейший немецкий физик, руководивший всеми научно-техническими исследованиями фирмы Сименс. Он возглавлял объект в Агудзерах. И он жил так же, как и другие выдающиеся специалисты, привезенные по приказу Берии в Советский Союз. Заработная плата 10 тысяч рублей, при средней в Союзе в это время 500 рублей. Он был лауреат Сталинской премии. Это еще 100 тысяч рублей. Специальный самолет доставлял Сухуми дефицитные продукты из Москвы. И хотя физики находились под постоянным наблюдением чекистов, в общем режим был довольно свободный. Они справляли здесь свои религиозные праздники, Пасху и Рождество. Они выпивали со своими русскими сотрудниками лабораторный спирт. И первые слова, которым они научились по-русски, были «Давай, давай на здоровье и заложить заворотник». Американские аналитики в восторге от своих достижений. Их докладами о советских ядерных успехах и неудачах зачитываются сам президент Трумэн и комитет начальников штабов. На основе простой дедукции американцы вычисляют направление работ и местоположение ядерных объектов. Не нужно ни агентуры, ни сложной шпионской техники. Беспечность хваленой Лубянки поразительна. Как эти русские могут давать немецким ученым такую свободу? Мы праздновали то, что в России называется Масленица, и все праздники всех регионов Германии. Ведь у нас были люди со всей Германии. Наши русские коллеги впервые узнали о наших праздниках. Они им страшно понравились. Помнят даже сейчас. Со мной танцевала Хана, Лора, молодая, самая красивая из девушек, которая в группе немцев работала. И я там тоже потанцевал, и говорит, особенно не увлекаться. Я знаю про краски. Сухумские институты предприятия строгого режима. Территория охраняется часовыми. Немцам свободно перемещаться можно только в пределах института. При выходе в город каждого сопровождает охранник. Все рабочие чертежи ежедневно сдаются на хранение в особые отделы. Но странным образом особисты разрешают немцам то, что не дозволено их советским коллегам. Складывается впечатление, что вместо того, чтобы охранять советские атомные секреты, Берия делает все, чтобы допустить их утечку на запад. В этом-то и сумасшествие. Мы должны были сдавать каждый вечер каждый лист, а на следующий день получали его с печатью. Но нам разрешено было фотографировать в лабораториях сколько мы хотели. И издавать пленки нам не нужно было. У меня сохранилось много фотографий, которые я снял. Это было несколько нелогично. Мы могли сколько угодно писать писем в Германию, даже позднее ФРГ, везде. Из секретного доклада ЦРУ. Из писем мы узнали. Группа физика Позе находится в трех часах езды на автобусе от Москвы. Немцы неплохо поплавали в реке и еще в тех местах ведется строительство. Также в письмах говорилось, что обратные поезда из Москвы ходят плохо. Изучение карты и расписание поездов убедило в том, что эта платформа огнена в 15 километрах к северо-востоку от Малоярославца. Было еще 10 похожих мест, но там либо не было реки, либо имелось отличное сообщение с Москвой. По нашему заданию американский военный Таше сфотографировал строительство. Определили, что это ядерный реактор. Немецкие письма постепенно приподнимают завесу над атомным проектом русских. Операция складывается удачно, но американские аналитики не могут знать, что существуют объекты, где совсем иной уровень секретности, где запрещено фотографировать, писать письма и звонить по телефону. А выйти за пределы секретной зоны физически невозможно. Колючей проволокой и охраной здесь окружены не отдельные институты, а целые города и районы. Целые регионы, целые пространства, которые исчезают. Их больше нет на географических картах. Этих городов нет в расписаниях. К ним прокладываются железные дороги, но они к другим станциям. Аэродромы около этих городов тоже считаются какими-нибудь другими. Вот, например, Арзамас-16. Отрезали территорию кусок мордовского заповедника, передали ее в Нижегородскую область, и на картах остался лес. А на территории бывшего Саровского монастыря, там, где был когда-то лагерь, затем детская колония, возникает мощный, так сказать, ядерный центр. Переписка вся шла, Москва-300, и прописаны были в Москве по Октябрьскому полю дом-1, все прописаны были в одном доме по Октябрьскому полю в Москве. АПЛОДИСМЕНТЫ Москва, Цветной бульвар, неприметное здание овощебазы. Человек, который входил через эти обшарпанные двери, оказывался в спецотделе. Там находились обличенные совершенно особыми полномочиями люди, которые определяли, лоялен человек советской власти или нет. Может он пригодится ведомству Лаврентия Павловича или употреблять его в дело невозможно. Именно отсюда из Москвы отправляли в Москву 300. Или как позже стали называть закрытый город Арзамас-16. Старинный русский город Саров. Центр советской ядерной индустрии. Ведь вы едете в такое замечательное место. Там же коммунизм в окружении социализма. И потом он совсем недалеко от Москвы. А дальше следовали уже совсем такого рода детективные указания. Значит, слушайте меня внимательно. Он сказал, сегодня вечером вы вещи должны собрать незаметно от всех, потому что в общежитии я не одна жила. Завтра утром встать в 5 часов. Тихонько уйти. Для всех вы должны в буквальном смысле слова исчезнуть. Номер поезда сказали такой-то вагон, предъявите вот этот жетончик и вас довезут до места. Я спросил, а долго это ехать? Да нет, недолго. Я даже и продукт у себя не взял. А пришлось ехать почти сутки. То состояние, которое я испытывала, вообще можно назвать шоковым состоянием. Колючая проволока, везде часовые колонны заключенных под охраной и часто с овчарками еще шли. И вот, знаете, ощущение такой, вот полной изолированности от внешнего мира. Вот, было такое чувство, что, знаете, меня вот втолкнули в клетку, захлопнули дверь, выхода обратного нет. Американские спецслужбы даже не подозревают о существовании Арзамаса-16 и Челябинска-40 главных советских ядерных городов. Зато они буквально захлебываются от избытка иной важной информации. Из секретного доклада ЦРУ. Анализ письма немца Ринтеляна домой. 10 декабря мы получили возможность весь день заниматься покупкой теплой одежды. Ездили на метро, посидели в хороших кафе. Вечером снова отправились в путь и 12 декабря прибыли в большой город. Следующим вечером мы провели еще пять часов в поезде и 14 декабря прибыли сюда, проехав еще два часа на автобусе. Расшифровка письма. 10 декабря Ринтелян был в Москве, ибо больше нигде нет метро. Вечером из Москвы уходило три поезда на Свердловск. Ринтелян переночевал в Свердловске, чтобы сесть на поезд, идущий в Кыштым. Методом исключения определили, что пункт назначения в 20-30 милях от Кыштыма, два часа на автобусе, на юге Центрального Урала. Советский Союз, сталинского времени это такая ловушка. Кто сюда попадает, тот обычно отсюда не возвращается. И вдруг в 1947 году, по-видимому, на самом высоком уровне в Кремле, принимают решение отпустить четырех немецких физиков, задействованных в ядерном проекте, на родину. Из Восточной Германии они попадают в западную и дают обширную информацию о ядерном проекте американским спецслужбам. Из секретного доклада ЦРУ. Доктор Адольф Крепс рассказал, что немецкими специалистами руководил генерал Завинягин, сказал, над чем работает в Сухуми Герц, рассказал про разведку урана в Средней Азии, про обогащение руды в электростале, про работы фольмера по тяжелому и в воде, что оказалось чистым сюрпризом. К 49-му году американская разведка располагает обширной информацией о советском атомном проекте. Кажется, о советской бомбе известно все. Немецкий след вывел на секретные объекты и на главных действующих лиц. Американцы знают многое, кроме самого главного. Бомба Курчатова уже готова. 19 ведущих физиков Великобритании, вернувшихся в Великобританию, знали о манхэттенском проекте гораздо больше, чем то, что мы получили от Фукса и от других разведчиков. Располагая полной информацией, Великобритании потребовалось пять лет испытания атомных бомб в 52-м году, чтобы пройти эту дорогу. Без секретного доклада ЦРУ. Хотя природа исследований ведущихся немцами в СССР еще до конца не ясна, но они, похоже, не играют ведущие роли в советской атомной программе. Причины слабая секретность и отсутствие координации с русскими специалистами. Следует признать, немцы не могут являться главной целью нашей разведки. Вообще очень странная вещь произошла. Как бы по мере накопления информации прогнозы о том, когда же у советов будет бомба и когда они смогут ее испытать становятся все менее точными. И все больше отодвигаются. Например, первый такой прогноз рассекреченный из архивов ЦРУ датирован 1946 годом. И он говорит, что наибольшая вероятность, что это произойдет в промежутке от 50-го до 53-го года, но скорее всего в 53-м году. Следующий прогноз 47-го года уже отодвигает дату дальше и делает ее более туманной. И самое интересное, что прогноз самый последний от 24-го августа 49-го года полностью бьет мимо цели и выходит в середину 50-х годов. Не прошло и пяти дней, как русские скорректировали американский прогноз. 29-го августа 49-го года на Семипалатинском полигоне в Казахстане прогремел взрыв первой советской атомной бомбы. Он стал настоящей пощечиной американским спецслужбам. Здесь мы перехитрили американцев, они нас. В них есть иногда чувство такое, знаете, мы тут королей. Да нет, иногда и мы королями были. Учитывая, что американские спецслужбы сумели добыть письма германских инженеров, которые работали у нас, просмотрели их и определили, что серьезных разработок в общем-то не ведется, вполне возможно, что это была дезинформационная деятельность советской спецслужбы, для того, чтобы увести их по ложному следу. Если эта комбинация была дезинформацией, то она, кстати, блестящая комбинация. Все великие разведывательные и контрразведывательные операции имели свои названия. Операция Винона, операция Монастырь, операция Трест. Мы не знаем, какое название было у той операции, которую наши чекисты под руководством Лаврентия Берии проводили в конце 40-х годов. Мы рассказываем о ней по американским источникам, но из них яствует 4 года американцы шли по ложному следу. Они не представляли ни темпов, ни объема нашего ядерного проекта. И только в 1949 году, когда над Симпалатинским полигоном взвился ядерный грипп, они догадались, что проиграли. КОНЕЦ Продолжение следует... Продолжение следует...